Осень – время не только опавших листьев, но и массовых костров. Жители частных домов сжигают листву и прочий мусор, приводя в порядок дворы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает, на территории района продолжает действовать особый противопожарный режим. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Северского района напоминает, что в условиях особого противопожарного режима использование открытого огня запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. На постоянной основе проводятся рейды по мониторингу противопожарной обстановки. В районе работает 14 рейдовых групп. При обнаружении домовладения, где разжигается костёр, участники мониторинга составляют протоколы. Ведь сжигание травы и другой растительности влечёт предупреждение или наложение административного штрафа от 1 до 2 тысяч рублей. Такие санкции введены неспроста. Сжигание костра может выйти из-под контроля и повлечь за собой пожар. «С начала года на территории района уже зарегистрировано 244 пожара. К сожалению, в результате пожаров погибло 3 человека». Кроме того, медики предупреждают – вдыхание продуктов горения может плачевно сказаться на здоровье. «В дыме содержится много веществ, которые могут вызывать обострение хронических заболеваний, такие как астма, бронхоэпатическая болезнь, могут вызывать или провоцировать онкологические заболевания дыхательных путей». Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации – единый телефон пожарных и спасателей с городского 01, сотового 101.